Друзья, всем привет! На днях меня вдохновили райские птицы из мифологии Алконост и Сирин. Это такие мифические существа, очень необычные. Мне захотелось сделать такое украшение. Вот я нашла в интернете подходящую картинку, положила на смартфон кусочек пергамента и сверху обвела ее карандашом. Это самый простой способ, если вы не умеете рисовать так же, как и я. Теперь нам нужно еще сделать несколько таких картинок, чтобы вырезать вот эти части. Туловище, лицо, крылышко и можно делать корону отдельно еще или не делать ее. Она мне не пригодилась. Для лица я взяла вот такой дублерин и его склеила утюгом. Там есть клеящийся слой, просто прогладила. Теперь мы это все вырезаем из фетра. У меня вот розовенький был. Вот что у нас получается. Лицо я сейчас приклею. Можно суперклеем, обычным каким-то клеем, который у вас есть под рукой. У меня есть вот двусторонний скотч, им очень удобно. Учитывая то, что все будет пришиваться, потом тут значения не имеет. Суперкрепко как-то приклеивать не нужно. Смотрим на картинку и прикладываем аккуратненько в нужном направлении вот такое вот личико. Теперь я возьму остро заточенный простой карандаш и буду смотреть на изображение и рисовать лицо. Если вы хотите более миловидное выражение лица, то делайте брови внешним уголком, наклоненные немножко вниз. Глаза я ей сделаю закрытые, так проще вышивать, с ресничками они будут. Носик всего лишь две такие точечки и сначала рисуем улыбочку, так проще, а потом дорисовываем немного губы. Если что-то не получилось, то можно взять другой слой, наклеить и перерисовать. Тут ничего такого страшного, сложного нет. Вот что у меня получилось. Теперь я беру тонкую иглу и тонкую ниточку обычную в один слой. Можно в два слоя, можно взять толстую нитку, как, например, ирис. Как вам нравится. Я вот хочу тонкой иглой. Я вышиваю швом назад иголкой. То есть стежки получаются плотно друг к другу. Иголку вставляю в то же отверстие, из которого выходил предыдущий стежок. И вот так вот вышиваю брови. Можно несколько слоев добавить, чтобы был более объемный эффект. Вот таким образом. Все, что у вас сзади из ниток получается, это все прикроется в конце. Тут ничего страшного. Вышивайте, как вам удобно. Вот что получилось с бровями. Теперь таким же образом я вышиваю глазки и реснички тоже. Шов назад иголкой. То есть вводим следующий стежок с внутренней стороны на небольшом расстоянии иглу. И вводим ее потом в дырочку, из которой вышел предыдущий стежок. Вот что получается. Теперь я беру тоже тоненькую ниточку красного цвета и вышиваю ротик. Сначала стежки идут с уголка рта к серединке. Так удобнее. Вот вы сформировали самую простую улыбочку. А потом уже маленькими стежками обшиваете контур губ. И уже потом заполняете маленькими стежками внутри. Вот что получается. Теперь добавляю волосы. Я беру толстые ниточки. Можно и тонкие. Их тогда просто понадобится чуть больше. Прикладываю вот одну и смотрю, как я хочу по длине. С одной стороны волосы будут заходить за корону. Я их уберу. А с другой я заплету косу. Вот несколько ниток я взяла. Штучек 10-7. И теперь мне вот я приложила. Мне нравится. Как получается. Я беру иголку с ниткой. И буквально парочкой стежков в середине вот таким вот образом прихватываю нашу прическу. Так, прихватили. Тут я заплела косу. Это я спрятала. Опять воспользовалась двухсторонним скотчем. Коса мне показалась тонкой. И я добавила еще несколько нитей, приклеив их с другой стороны. Вот такая вот причесочка у нас получилась. Теперь берем и приклеиваем крылышко. Смотрим на наш рисунок, как оно должно располагаться. И приклеиваем. Вот я не полностью все приклеиваю. Оставляю немножко места. Только в центре прихватываю и клеим все. Теперь я беру толстые ниточки, ирис. И плотно располагая стежки друг к другу, вот так вот вокруг, просто простыми стежками, обшиваю всю крылышко. Можно это делать любым цветом, который вам нравится. Можно любой цвет фетра выбрать. У меня просто вот был кусочек розового. Очень синяя будет красиво смотреться. Синяя с белым, бежевая с черным, красная. Какая угодно. Здесь полет фантазии может быть бесконечный. Вот так вот обшиваем мы крылышко. И потом я беру простой карандаш, остро заточенный, и размечаю маховые крылья. Вот так вот полукругом. И потом полосочками к центру. И опять швом, назад иголкой я это все вышиваю. Стежки располагаются плотно друг к другу. Вот что у нас получилось. Теперь я вот здесь хочу добавить бисер. У меня есть вот такой вот блестящий серебристый. Можно взять любые цвета, которые вам нравятся. Вот так вот набираю его на тоненькую иголочку. Я взяла розовую нитку, чтобы не так видно было, где пришивается это все. И вот так вот просто друг к другу плотненько, не закрывая черную нитку, которой мы вышивали, мы делаем вот такие вот бисерные ряды. Теперь вот еще я нашла у себя такие пайетки. Все это покупается в магазинчике FixPrice. Стоит буквально копейки. Можно выбрать любые цвета. Я взяла розовый, потому что у меня был розовый фетр. Вот так я прикладываю пайетку к краю, не закрывая черную строчку, вот эту, которую мы сделали. А потом беру бисеринку, накалываю ее на иглу, протягиваю нить и возвращаю иголку в то же отверстие, не бисеринки, а пайетки. Бисеринку мы отодвигаем. И таким образом получается, что мы пайетку фиксируем бисером. Вот таким вот образом. То есть и дырочку закрыли, и зафиксировали, и при этом нету нитки сбоку. Вот два слоя я решила сделать вот так вот пайетками. Можно все полностью зашить крылышко. Но мне хочется вот здесь вот еще в хаотичном порядке не плотно нашить просто бисер. Создать такую структуру разнообразную на крылышке. Вот так вот просто пришивая вот таким образом, не плотно бисером. Теперь я пайетками обшиваю корону. Вот так вот показываю вам, как это будет в итоге. Опять же, тот же принцип. Вводим иглу снизу, ужим пайетку, как нам будет красиво, как нам нравится. Попали в отверстие иглой. И на иглу накалываем бисеринку. Протягиваем нить. И потом в отверстие пайетки, не бисера, а только пайетки, вставляем иглу и протягиваем. И вот таким образом зафиксировали. Всю корону мы таким образом обшиваем. Вот что получается. По периметру туловища, лапок и хвостика я тоже хаотично решила добавить бисер. Чтобы было объемное и туловище тоже. Теперь хвостики мы делаем точно такие же вот два ряда пайеток, как у нас на короне и на крылышках. Вот что у нас получается. Теперь нам нужны ножки. Для ножек я беру вот такую проволочку. Она должна быть тоненькой и мягкой. Любого цвета, который у вас есть. Отрезаю вот такие вот небольшие кусочки. В моем случае это где-то около 5-6 сантиметров. Три штучки. Беру бисеринку. Размещаю ее посередине проволочки. Сгибаю края. Край к краю. Так вот плотненько подтянула, прижала. И закручиваю. Держась за бисеринку, я закручиваю плотно-плотно проволочку. Вот таким образом. Крутите за бисеринку и придерживая проволочку, закручиваете ее. Вот что у вас получается в итоге. Таких штучек нам нужно сделать три. Вот мы сделали три штучки такие. И теперь мы формируем лапки. Прикладываем две такие проволочки друг к другу, оставляя небольшой зазорчик, буквально пол сантиметра. И придерживая за бисер, прикручиваем их друг к другу. Вот что у нас должно получиться. Теперь берем третью и точно так же прикладываем на таком же расстоянии, оставляем небольшой зазор и закручиваем, придерживая за бисер. Вот это у нас лапка с такими вот пальчиками, когтями. Ее можно сформировать, вот так вот загнуть, как вам нравится. Вот что получается. Вот наши две лапки такие симпатичные. Теперь нам нужно их приклеить сзади к ножкам. Я это сделаю с помощью клея пистолета. Можно суперклей, как вам удобно. Вот что у нас получается, такие ножки. Теперь мы все, что у нас тут нашито сзади, мы это все закрываем. Мы просто берем и приклеиваем нашу птичку к кусочку фетра любым удобным вам клеем. Я это сделаю горячим клеем, можно и суперклей. Вот все мы закрыли хорошенько. Вырезали. Так удобнее сначала приклеить, потом вырезать, чтобы ничего чертить не нужно было. Теперь я беру черную толстую нитку ирис. Можно, опять же, любую другую нитку взять. Ввожу ее вот здесь от хвостики. Прячу узелочек, чтобы его не было видно. Вот так вот там крылышки. И стежочками, располагающимися плотно друг к другу, но не такими массивными, объемными, как на крылышке. Плотно прилегая к друг другу, вот так вот с краешку, я обшиваю полностью всю птичку. Только корону не трогаю пока. Хвостик, ножки и грудка. Создаю вот такой контур, более четкий. Вот таким образом. Корону я тоже решила вышить ниткой черной. Добавила бисер по краям. И получилась вот такая вот красивая, необычная райская птичка. Ее можно носить как брошку. Можно сделать из нее елочное украшение. Такие вещи не стыдно подарить подруге или маме, или бабушке. С ветром легко и приятно работать. Это очень доступный материал. Бусинки тоже. Кстати, оставлю вам подсказку вот здесь вот на отличный мастер-класс. Как сделать в такой же технике очень красивую сову. Можно, например, купить синий фетр и золотые пайетки. И сделать синюю птицу счастья. И удивлять своим творчеством близких и друзей. Продолжение следует...